Всем привет дорогие друзья, с вами Евгений Гончаров из сайта videosmile.ru. В продолжение нашей серии уроков по фишкам Cinema 4D я решил посвятить один выпуск обзора полезных горячих клавиш, а также их сочетаний для оптимизации и ускорения вашей работы. Перед тем как начать, хотелось бы упомянуть наш курс Super Cinema 4D, на который вам определенно стоит обратить внимание, если вы только начинаете знакомиться с этой программой. Однако он также будет полезен и тем, кто владеет синемой, но хочет углубить свои знания. Курс довольно объемный и невероятно интересный, в нем сделан упор на практику, поэтому в каждой главе вы будете создавать собственные крутые 3D композиции. Автором курса является Михаил Бычков, ссылку на курс вы найдете в описании к этому видео. А также хочу отметить, что в этом выпуске есть небольшая пасхалочка. Кое-где спрятан секретный купон на скидку в 50% на любой из наших курсов. Тот, кто найдет купон первым, сможет получить наш курс полцены. А мы начинаем, поехали! В Cinema 4D существует очень полезная панель поиска, с помощью которой вы можете быстро получать доступ почти к любой команде или инструменту программы. Допустим, я хочу воспользоваться командой resetpsr, чтобы сбросить трансформацию этой пирамиды. Но не помню, в каком месте меню находится эта функция. Давайте выделим пирамиду и вызваем поиск с сочетанием Shift-C. Теперь просто вбиваем PSR и вот команда прямо перед нами. Нажимаем Enter и она выполняет. Давайте попробуем что-нибудь еще, скажем Вороной Fracture. И здесь также сработает фишка клика с зажатым Alt, то есть этот объект будет сразу назначен родительским для нашей пирамиды. Следующей полезной фишкой является то, что вы можете быстро обратиться к справке по интересующему вас элементу программы. Скажем, я наткнулся на неизвестный мне эффектор в этом меню, и чтобы узнать о нем побольше, мне нужно просто навести на него курсор и нажать Ctrl-F1. Как видите, в этом месте сразу же открывается справка с интересующим меня разделом, и мы даже можем вызвать справку по справке, что довольно забавно. Но так было в Cinema 4D R20, R21 же перебросит вас на онлайн документацию. Следующая горячая клавиша бывает очень полезна при моделировании. Используйте ее, чтобы переключаться между инструментом вделения и последним использованным инструментом. Давайте выделим кубик, а затем перейдем в режим редактирования точек. Кстати, в Cinema 4D очень удобное реализованное переключение между вот этими режимами, мы просто нажимаем Enter, и они переключаются. Теперь выделяем вот эти точки и нажимаем пробел, и наш инструмент выделения переключается на последний использованный мной инструмент, в моем случае это инструмент масштабирования. Давайте немного изменим масштаб точек. Нажимаем пробел, и мы снова в режиме выделения. Теперь мы можем выделить другие точки и провернуть то же самое. Далее давайте рассмотрим пару горячих клавиш для навигации во вьюпорте и на таймлайне. Быстро перевести камеру к объекту можно, выделив его во вьюпорте или в менеджере объектов и нажав клавишу S. Это также работает и с несколькими выделенными объектами. Чтобы уместить все объекты сцены в окне, используйте клавишу H. Ну и, как я и говорил, эти хоткеи работают и на таймлайне. Они очень легко запоминаются, S – это selected, выбранная, а H – home – домой. Теперь давайте рассмотрим несколько хоткеев для работы с графиками, или, если говорить точнее, с их касательными. Давайте раскроем таймлайн по сочетанию Shift F3, я перейду в режим F Curve для удобства и наглядности. И давайте выделим вот эти несколько точек. Теперь, если мы нажмем клавишу L, то наши ключи станут линейными, а их касательные вовсе пропадут. Если же нажать клавишу A, то будет активировано автоматическое сглаживание. При нажатии на 0, угол наших касательных сбросится на 0 соответственно. И, наконец, если мы нажмем B, то касательные будут разделены, что позволит взаимодействовать с половинками по отдельности. Уверен, многие из вас сталкивались с такой ситуацией. Вы расположили объекты в сцене нужным образом, настроили вид, а затем случайно сбили положение камеры. Пальцы сразу тянутся к сочетанию Ctrl Z, но выясняется, что работает оно не так. На самом деле сочетание для отмены перемещения камеры немного отличается, нам нужно просто зажать Shift. То есть нажимаем Ctrl Shift Z для отмены перемещения камеры и Ctrl Shift Y для ее возврата соответственно. Давайте в таком же проекте я покажу вам несколько горячих клавиш для переключения между окнами проекции. Для этого задействованы все клавиши от F1 до F5. F1 включает вид перспективы, F2 вид сверху, F3 вид справа, F4 вид слева и F5 открывает комбинированный вид. Также есть сочетание Ctrl Tab, которое разворачивает на весь экран панель или вид, находящийся под курсором. Следующая фишка крайне простая, но невероятно полезная. Она позволяет трансформировать родительский объект без влияния на дочерний. Итак, в моей сцене есть два объекта. Один из них назначен дочерним для другого и когда я взаимодействую с родительским, то это сразу же отражается и на дочернем. Но если я зажму клавишу 7, то родительский объект будет трансформироваться отдельно без влияния на дочерний. Зажимаем 7. Вот так все просто. Далее я покажу вам также простую, но полезную фишку, позволяющую выделить во фьюпорте объект, который перекрыт другим объектом. У меня есть такая сцена, и сейчас я настрою ее таким образом, чтобы цилиндр загородил собой все объекты. Теперь, если я наведу на него курсор, зажму shift и сделаю правый клик, то откроется список объектов, на которые указывает наш курсор, даже если они перекрыты другими объектами. И напоследок я расскажу вам о невероятно удобной менюшке, которая открывается в любом месте программы по клавише V. Здесь есть разделы с различными инструментами и режимами, плагинами и многим другим. Но сфокусироваться я хотел бы на другом, а именно на том, как создавать здесь свои разделы или менять существующие. Для этого мы переходим в меню Window, Customization, Customize Menus и в этом списке выбираем mGlobalPopUp, что соответствует этому глобальному меню. Теперь давайте выделим какой-нибудь раздел, чтобы стали доступны вот эти кнопки. И по кнопке New Submenu мы создаем собственный раздел. Давайте назовем его AxisCenter и нажмем ОК. Теперь, скажем, я хочу разместить в этом разделе все функции из менюшки Mesh, Axis. Давайте вытащим эту панельку, а затем перейдем в режим редактирования раскладки через меню Window, Customization, Customize Palettes. Теперь давайте просто перетащим все нужные элементы в наш раздел, вот таким образом. Применяем все изменения по вот этой кнопке и закрываем все лишние панели. И теперь в этой менюшке появился наш собственный раздел. А на этом на сегодня все, друзья. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.